Соревнования по ликвидации последствий ДТП прошли во вторник в областном центре. 13 командам из аварийно-спасательных формирований региона необходимо было выполнить ряд испытаний. Оказание помощи пострадавшим, оперативная работа по устранению всех опасных факторов для пострадавшим и, в конце концов, ликвидация всех опасных факторов. Как правило, при серьезном столкновении происходит возгорание автомобиля. В первую очередь участники каждой команды должны потушить его. Двери автомобиля заблокированы вследствие удара. Так что прежде чем подобраться к условно пострадавшим, необходимо демонтировать двери и крышу авто. Когда препятствий на пути к пострадавшим нет, спасатели приступают к их извлечению и оказанию первой помощи. Травмы у водителей и пассажира разные. Помощь нужно оказать правильно и при этом грамотно. За прохождением испытания следят члены жюри. Каждый недочет фиксируется. Лишь когда носилки с последним пострадавшим поступают в распоряжение скорой помощи, задание считается выполненным. Задача, как признаются сами участники, трудная, но выполнимая. Я считаю, что в этих соревнованиях было самое сложное – это оказать первую медицинскую помощь, так как жизнь и здоровье – самое главное. Победу одержит та команда, которая выполнит задание в кратчайший срок, заработав при этом наименьшее число штрафных баллов. И все, без исключения команды, смогут потренироваться в оказании помощи. Не даром ведь говорят – тяжело в учении и легко в бою.